Здравствуйте! Международный пресс-клуб сегодня в новом формате ТИТАТЭТ и наш собеседник, известный американский ученый, политолог, высоковед Стивен Фредерик Стар. Фредерик Стар. Американский эксперт по России, Евразии, историк, писатель. Консультировал президентов США Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Билла Клинтона. Автор и редактор 20 книг и более 200 статей по российской и евразийской тематике. В 1999 году участвовал в разработке первой комплексной стратегической оценки Центральной Азии, Кавказа и Афганистана. В 2017 году вошел в Американский совет по внешней политике, основатель и председатель школы продвинутых международных исследований университета Джона Хопкинса. Добрый день, уважаемый господин Стар. Добро пожаловать в Узбекистан. Мы очень рады вас видеть. И мы последний раз общались с вами где-то, по-моему, около полугода назад. Вы были гостем пресс-клуба. У нас была очень интересная встреча и нам всегда очень интересно разговаривать с вами на тему Центральной Азии, безопасности и развития нашего региона. И я хочу сказать, что вы очень тонко чувствуете процессы, которые происходят в Центральной Азии и за пределами Центральной Азии. Каким вам видится сейчас развитие Центральной Азии в целом, как региона? Ну, это самое главное, что есть Центральная Азия, как настоящий живой регион. Я думаю, что, может быть, даже после Тимура это не был регион. Это было собрание регионов. А при Союзе не был регион, отдельные республики. А потом, после распада Союза, каждая новая страна по-своему жила, чтобы сохранить суверенитет. А теперь появляется регион. Это имеет громадное значение. Не только для вас, но и для соседов и для всего мира. Это очень большое дело. Вы действительно правы в том, что Центральная Азия расположена между многими державами, между великими державами. И на ваш взгляд, экономическое сотрудничество, как должно развивать взаимоотношения, прежде всего, само внутри региона. То есть, Узбекистану, и Таджикистану, и Киргизстану, и Казахстану, и Туркменистану в целом. Это уже чувствуется везде. А во всех столицах регионалов с восторгом, с энтузиазмом говорят о региональных возможностях. Это чудо. Я думаю, что это не происходит зря, потому что с момента избирательной кампании президент Узбекистан сказал, что у него главным приоритетом внешней политики будет Центральная Азия. Да, да. И первые визиты его. Ну, это сотрудничество, это настоящий факт. Помните, несколько месяцев тому назад в Астане была собралась встреча всех президентов. И очень-очень интересно, как это произошло. Это было предложение вашего президента Мирзиоева. А потом президент Назарбаев сказал, что хорошая идея. Давайте встретимся в Астане. И он пригласил президента именно в Астану во имя Узбекистана. Это настоящее сотрудничество. Это я удивился. Это очень положительный знак. После того, как мы взяли интервью господина Стара, из Соединенных Штатов Америки пришли две знаковые новости. Первое. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию, разработанную Узбекистаном, которая называется «Просвещение и религиозная толерантность». Второе. Государственный секретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Узбекистан исключен из так называемого списка стран, вызывающих особую обеспокоенность в связи с соблюдением религиозных свобод. На фоне этих событий Фредерик Стар решил продолжить наше общение уже в другом формате видеоинтервью из Вашингтона. Господин Стар, первый вопрос. О резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая не только была принята единогласно, но, что примечательно, ее соавторами выступили свыше 50 стран мира, что является свидетельством актуальности, поднятой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзеевым темой. Господин Стар, были ли на Вашей памяти такие решения Генеральной Ассамблеи ООН, настолько единогласно и солидарно поддержаны всеми странами-членами ООН? Это резолюции о важности, толерантности и умеренности в области религии, громадное значение. Почему? Потому что, читайте резолюции, это защищает понятие толерантности, но тоже от просвещенного подхода к религии. И это, конечно, везде, это универсальная проблема во всех религиях, и особенно сегодня в мире ислама. И что мусульманская страна, Узбекистан, которая имеет такую глубокую историю в религии ислама, это очень многое значит. По-моему, эта защита толерантности и просвещенном подходе к религии со стороны Узбекистана, это показывает, что весьма возможно, что в течение времени Узбекистан станет лидером в этой области об просвещенном подходе к религии вообще. Поэтому поздравляю Узбекистану это и Узбекам, потому что они оба большие достижения. Господин Стар, второй вопрос. Узбекистан стал всего второй страной, которая смогла достичь исключения из списка стран, вызывающих особую обеспокоенность в связи с соблюдением религиозных свобод Госдепартамента США за всю его 20-летнюю историю существования. Как вы оцениваете это решение внешнеполитического ведомства США? И является ли оно логическим подтверждением тех коренных изменений в сфере защиты религиозных свобод, которые в течение последних двух лет наблюдаются в Узбекистане благодаря инициативам президента Узбекистана Шавката Мирзиоева? Я только что читал выводы Узбекистана из списка стран, вызывающих беспокойство в продвижении религиозной свободы. Это список правительства Соединенных Штатов. И там, надо признать, что долго там был Узбекистан. И это, конечно, вызывало очень-очень серьезные вопросы не только у нас, но везде. А теперь вывод Узбекистана из этой списки. Это громадный шаг. Это имеет большое значение. Но не только для взаимоотношений между Узбекистаном и Соединенными Штатами, но вообще. Почему? Потому что это показывает, что возможно делать положительные шаги, которые прямо влияют не только на международные отношения, но тоже самое на страну инициативы правительства Узбекистана в этой области очень важны. Не только вам, для вас в Узбекистане, но и для нас и для всего мира. А почему? Потому что эта идея просвещенная религия, это совпадает с вашими традициями. И традициями, умеренными, верующими во всем мире, независимо от религии. И это важно всем. Не исключено, что Узбекистан станет примером, это модел даже, других исламских стран. Именно поэтому, за защиту, толерантность, но тоже просвещение в области религии, которые принимают, понимают, изучают науку и современные знания. Я скажу, молодцы узбеки и поздравляю узбекский народ за эти очень важные достижения. Господин Стар, благодарю вас за то, что уделили время и за вашу оперативность. Ну а мы возвращаемся к нашей беседе с Фредериком Старом, состоявшейся накануне в Ташкенте. Если вы помните, во время прошлого пресс-клуба у нас был еще один участник, по-моему, это был господин Корнелл, который сказал о том, что если Узбекистан раньше был около 25 лет во внешней политике в позиции защиты, то за последние два года Узбекистан переходит, как говорится, в футболе, у нас любит очень футбол, в нападении. Президент Узбекистана сказал, сегодня изменил всю политическую атмосферу, климат тем, что он, Узбекистан, находится в самом центре региона, что в первую очередь необходимо сотрудничество. И в этом отношении он начал очень активную, бурную внешнеполитическую деятельность. Хотелось бы узнать вашу оценку. Я считаю, что это очень положительная стратегия не только вам, для вас, но и для всего мира, чтобы вы существовали как отдельные суверенитеты, но также как регион. Это гениальная стратегия нового вашего президента. И теперь это стратегия всех президентов. И надо добавить, и включая Афганистан. Вы знаете, это региональное начало, это не против никого. Это за регион. Но очень важно, чтобы окружающие и не окружающие, далекие силы уважали самостоятельность региона. Не только отдельных суверенитетов, но региона. Посмотрим, но я оптимист, и поэтому, мне чувствуется, что нет другой, это почти неизбежно, чтобы они уважали независимость и самоуправление региона. Вот хотелось бы остановиться на Афганистане, потому что этот регион невозможно представить без участия Афганистана. И Ташкент, в последнее время, вы замечаете, очень заинтересован и прикладывает очень много усилий для установления стабильности мира в этой стране. И развития. Да, и развития дальнейшего, и экономического. Там тоже речь идет о суверенитете. И как вы оцениваете это? И нам вообще очень интересен ваш прогноз относительно развития событий в Афганистане. Пожалуйста. Мы долго, и вы, мы все долго смотрели на Афганистан как кубик Рубика без решения. Но вы знаете, смотрите, какие качества есть в Афганистане. По сравнению с Южной Кореей, скажем, в 1955 году, Афганистан, во-первых, они, никто не знал, где границу Южной Кореи. Это был пункт. Война была. Афганистан, все согласны. В течение двух поколений войны никто хотел уехать. Как ни узбеки там, ни таджики там, ни паштюни там. Они все. Ну, конечно, это наша страна. Это большой плюс. Второе, ресурсы. В Южной Корее почти ничего нет. А в Афганистане бесконечное богатство. Они это есть. Третье, а в Южной Корее 50 лет тому назад, 60 лет тому назад интеллигенции не было. Очень-очень мало образованных, талантливых и еще меньше специалистов по разным областям. В Афганистане очень талантливое поколение. Я удивляюсь на их способность. И они совсем, это новое поколение там, после Талибана, они очень современные. Не менее современные, чем вы или мы. Поэтому я оптимист. Я считаю, что политика Узбекистана и всего региона положительный подход к Афганистану, это будет в конце концов, несмотря на все сложности, это будет успех. Как решится Кубик Руби? Вы знаете, много думали, и здесь тоже, что надо, первый шаг, это решить проблему безопасности. Только после этого можно говорить о развитии экономики. А теперь наоборот. Мы все понимаем, что надо вместе и безопасность, и экономика заниматься и обеими сторонами этой ситуации. И от этого происходит успех, по-моему. Есть много локальных войн, можно сказать. Но, тем не менее, в Мазар-Жариф, где узбеки там живут, нормальная жизнь. И, надо сказать, умницы в области экономики. Поэтому одновременно можно безопасностью заниматься и экономией. Хоть вы были недавно в Узбекистане, но вы, наверное, даже сидя в Америке, видите, что буквально каждый день происходит очень много изменений, очень много позитивного. Мне было бы интересно, как оценивать в Соединенных Штатах Америки нынешние политические изменения, экономические, которые происходят в Узбекистане. Ну, и Америка, Соединенные Штаты, и Европа, и весь мир вначале очень осторожно относятся. А теперь мне чувствуется, что за границу все понимают, что это очень смелые реформы, очень смелые, очень. Это движение, которое происходит из вообще положительной ситуации, и что будут проблемы неизбежны, будут противники реформы, это везде, это универсальное явление. Но, в конце концов, мне чувствуется, что весь мир признает, понимает, что это факт, и надо сотрудничать с новой действительностью, и надо помочь, но не мешать. Несколько раз я заметил, обратили внимание, то, что меняется общество. Да. Да, и это очень важно, потому что без институтов гражданского общества, независимых СМИ, и представители бизнеса, реформы были бы просто, они были бы неполными, и они были бы только, как вы сказали, афишированы. Как вы думаете, третий сектор, какую роль должен играть в развитии реформ в Узбекистане? Ну, вы знаете, это мне очень забавно, когда люди или здесь, или особенно за границу, на западе, на востоке везде, на севере, на юге, они спрашивают, ну, посмотрим, если Узбеки могут стать бизнесменами. Ну, дай бог, в течение тысячелетий вы были наилучшими бизнесменами во всем мире, и поэтому я об этом нервничаю. А в гражданском обществе это очень интересно тоже. У вас такие местные традиции, активности, граждане всегда в регионе, они, когда была какая-то проблема, они сами решили. Это основано на старинной действительности. Вы согласны? Я согласен. Мы здесь сидим в центре старого города. Вам приходится раскопать эти древние корни и помочь им жить по-новому. Еще, вот вы сказали, что по каким-то вопросам вы нервничаете, по другим не нервничаете. Да. Что еще заставляет вас нервничать? Очень важно, чтобы весь мир уважал самоупределение Узбекистана и Центральной Азии. Чтобы они уважали, что это не пассивный регион, который мы можем... Нет. Чтобы они стояли и с уважением поняли, что это ваша территория, пожалуйста. Воспринимаете ее как есть? Да, 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 да. Господин Стар, мы знаем вас еще как члена Всемирного Совета научного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана. И вы, когда вчера были на международном медийном форуме, вы отметили следующее, очень интересную цитату сказали, и наши СМИ его подхватили. Культурное наследие Узбекистана и Центральной Азии похоже на айсберг. Нам известна только часть этого наследия. Остальная часть истории – скрытое сокровище в таинственном океане. В течение нескольких поколений большая часть вашего наследия в области культуры исчезла. И чувствуется, что в то же время, как вы открываете окна на современный мир, вы тоже смотрите внутри, как мы жили, главнейшие черты нашей культуры. И это очень важно. Но это будет длинная работа. Это громадная работа. Вы только первые шаги теперь делаете. То есть это долгий процесс. Это долгий процесс. И это будет не только на официальном уровне, но и в каждой СМИ, в каждой Махаве, чтобы узнать, откуда мы, какие наши корни. — Господин Стар, мы знаем вас как прекрасного ученого, как прекрасного политика, общественного деятеля. Но есть еще одна грань, что мы знаем, что вы очень прекрасно и профессионально увлекаетесь музыкой. Я вот вчера, когда прочитал новоорлеанский джаз в стиле 1930 года, и вы очень удачно гастролировали по Америке. Я хотел бы сказать, что вы для наших зрителей, как обычно это делаете, вспомнили маленькую композицию, чтобы мы ощутились в новом Орлеане. Я вас попрошу, кларнет. Пожалуйста. Это эксклюзивно для вас. Вот вы чувствуете старый город, мы хотим почувствовать Америку. Я попробую. Это не мой инструмент, это незнакомый инструмент. Извиняюсь. Америку. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. Замечательное исполнение. Спасибо. Господин Стар, вам всегда рады Узбекистан. И только можем сказать, скучь хелепсус. Спасибо. 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 Спасибо.